Ладно, леди энд джентльмен сити. Запрет фото, давай, проверим. О, о, что-то пищит. Мы деньги зарабатываем просто так. На видеосъемке деньги зарабатываем. 4 600, ну да. А, это магазин Босс что ли? Или что? А, тут все подряд? Здравствуйте. О, о, ничего себе. Где? Можно посмотреть, да, давайте посмотрим. Ну, а то может... Ну, у нас есть администрация, во-первых, в магазине, и если не хотите что-то снимать, то вы будете передезать, подойдите, посмотрите. Что это? Подожди. Фотоаппараты не продаются. Подождите. По-моему, по-моему, так, да. Странно. Там не написано ничего. Там значок, типа, что не продается, фотоаппарат. С какой целью? С целью денег получить. Так показано, что не продается в магазинах. Бумажных. Зачем? Ну как, деньги, я есть хочу, хочу денег, много богатым хочу стать. Нет, я понимаю, а мы-то как? Можем помочь вам стать богатым. Вы? Да. Рассказать про коллекцию. А, ну, пожалуйста. Да, ну все, тогда, вот, не запрещайте, только не запрещайте нам снимать. Пожалуйста. Все, спасибо. Так, в общем, Игорь, смотри какой-то ассортимент, чтобы ты открыл свой магазин. Скажите, пожалуйста, просто для чего вы это делаете? Просто мне это надо знать, как директор. Алчность. Алчность, я алчный на деньги. Нет, понимаете, деньги и магазин леди и джентльмен, это разные вещи. Ну, я, в общем, делаю видео, типа, отправляю человеку, ну, как просто, вот, все, что снимают. Он смотрит эти цены, ассортимент, делает из них на 3D принтеры копии их и выставляет в свой магазин. А я за это деньги получаю. В свой магазин? Да, у меня там какой-то. А это зачем же это? Не знаю, деньги, он бизнесмен какой-то. Ну, вы знаете, это делать нельзя. Разве? Да. Но он мне этого не говорил, он сказал, можно. Ну, если он не говорил, понимаете, это его правило. Пусть он разрешает вам делать съемку в своем магазине. На сегодняшний день это не его магазин. И съемку вы делаете... Разве? А он говорил, кстати, это его магазин. Ну, тогда фамилию назовите. Игорь Игорев, вроде. Нет, это не его магазин. Слушай, может, мне наврали? Пожалуйста. А, псевдоним, это, наверное, псевдоним его, правда, точно. Псевдонима у нас нет. Давайте, мои хорошие, мы закрываем камеру, убираем, говорим друг другу до свидания. Это просто наши деньги, понимаете? Если мы не снимем, нам не заплатят. На что я буду кормить семью? Нет, мои дорогие, ну, вы знаете, что, если бы вы устроили были у нас в официальном штате, то, как бы, я понимала... Уже не жалко нас, как нас оштрафуют? Нет, мне вас не жалко. А вот не жалко нас, а если нас оштрафуют? Ну, нас же могут оштрафовать. А я первее сказал. Я первее сказал. Я первее сказал. За то, что происходит. И нет, не надо снимать, пожалуйста. Так что, вот, все. Если вы это делаете. Ну, пойдем, ладно, быстренько, снимем пока. Не надо. Пойдем, быстренько, парочку. Молодой человек, не надо. Мы парочку там снимем этих, и все. Блин, давайте без ментов. Давайте без ментов. Ладно, я вам 500 рублей заплачу. Мне не надо 500 рублей. Мне 500 рублей за съемку. Я пойду нажму кнопочку и выживу охрану. Так я денег предлагаю. Не надо охрану. А почему вы? Выйдите, пожалуйста. Ну, я вам денег предлагаю. Я просто штраф, чтобы вы погасили 500 рублей. Не надо мне денег, пожалуйста. А мне нужны деньги. Проходите, пожалуйста. Я есть хочу. На выход. Я очень нищий, бедный человек. Молодой человек. Да. Ладно, быстренько. Пока они не приехали. Пока полиция не приехала с ментами. Быстрее снимай все. Убежали. Надо съемку делать. А что? Не слышите меня? А что делать? А деньги зарабатывать? А я вот зарабатываю. Я зарабатываю. А это не надо за наш счет денег зарабатывать. Ну, вот как приходится. Как приходится фирма, которая делает еду. Они же за ваш счет собирают. Правильно? Я не разрешаю вам делать съемку в нашем магазине. Давай, быстро, быстро, снимай все. Вы не слышите меня? Снимай все. Я сейчас быстренько уже доделываю. Доделываешь все. Не надо вам. Я вам еще раз говорю. Вы понимаете, у нас неприятно. Молодой человек, вы что делаете-то вообще в самом деле? Что я делаю? Так, ты снял там? Давай. Вы что вообще делаете? Что мы делаем? Что у хозяйничек? Мы деньги зарабатываем. Пойдите, пожалуйста, на выход. И деньги зарабатывайте в другом месте. Будьте любезны. Мы бизнесмены. Они что, реально не понимают? Слушайте. Что реально? Реально мы понимаем. Но только не надо здесь. Но здесь же хайп. Понимаете? Хайповое место. Но тут хайп. Как я могу пройти мимо места, где находится хайп? Куча просмотров и куча подписчиков. Как можно вообще пропустить такое место? Ну, странно, да? Так, как это, в общем? Это у нас был магазин Lady and Gentleman. Вот. Разных конфигураций. Только не увидела. Здесь леди. Есть только вот джентльмены, которые просто решили удалить. У вас, люди, выгляните, пожалуйста. Я не буду с вами драться, понимаете? Оставьте наши вещи в покое. Да мы их это не забираем. Мы просто посмотрим и все. Это что, в порядке рекламы? Да, реклама. Реклама для вас. Она не нужна нам. А мы принудительно рекламируем. Мы принудительно, в принудительном порядке делаем рекламу. А если я не хочу, чтобы вы меня снимали, я могу на вас как бы поделиться. Ну да, можете. Могу. Да. Это мне это не нравится. Я нахожусь на рабочем месте, мне это не нравится. Но мы все равно принудительно делаем рекламу вашего магазина. Молодой человек, я так понимаю... Все нормально, вы можете право снимать. Я так понимаю, вы знаете, да? Да, да, да. Я думаю, что я знаю, как бы не хочу решать. Не, извините, я не могу. Ничего себе. Все. Подошел, ребята, все. Подошел. А директор все равно на своем стоит. Супер хайп. Вечеть. Почему он сказал закон о СМИ? Любой человек может снимать. Это не общественное место, это... Кто он такой чушь-то сказал? Кто он такое сказал, девушки? Кто вам сказал? Кинотки. Молодой человек. Вячеслав, да? Мы даже не по закону о СМИ. Мало денег будет. Нужно хайпить. Хайпить сделать популярность. Любой человек имеет право сходить в общественное место и снимать. Абсолютно верно. А директор у вас этого не понимает? Старые закалки, наверное, нужно объяснить человеку, да, чтобы это рассудить. Молодой человек, который ушел в подсобку, просто не хочет, чтобы его снимали, молодец, просто взял и ушел, и все. Никаких вопросов. Конфликт еще? Да. У нас-то и нету конфликта. Это он к нам предстоит. Конфликт только у вас... А мы просто подшучивали над ним, потому что они глупо запрещать и снимать. И все. А у меня есть такое дело. Вот это и есть. Все, ладно, что? Дай посмотрим, что там продается, и пойдем тогда дальше. Молодые люди, вы покиньте, пожалуйста, наше помещение, потому что мешаете нашим покупателям. Ни в коем случае. Мешаете нашим покупателям. Ни в коем случае. Но вы смотрите без камеры. Зачем вам с камерами смотреть? Мы везде с камерами ходим. Мы за это деньги получаем. Я же вам объясню. Когда мы ходим с камерами, мы получаем денег. Если я хожу без камеры, я не получаю денег. Она все равно, она непробиваемая. Она просто непробиваемая. Менеджер стоит, объясняет и говорит всем, что все можно, все разрешено, ничего не нарушает. А тут такая фигня. Она все равно говорит, покиньте наш магазин. Помешать нашим покупателям. Ну ладно, все, уйдем мы из этого магазина и больше не вернемся. Ну что ж, ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал. Чего? Какую рекламу? Именно на Максима канал тоже обязательно подпишитесь. Нет, не к нам пойдем. Вы не к нам? Что такое? Нет, не, не, не. Давайте, задевались. Ну давайте. Просто покиньте такой шанты. А? А? Торгой шанты покиньте. Почему? А у вас, кстати, руки в ширину хорошо. Смотри-ка. Говорите. Первый охранник, который уже в разгрузке. Хорошо говорит, все нормально, идите дальше. Да. А второй покиньте. А, плохой, хороший, наверное. Вот еще нормальный. Ты на том не нравится моя походка? Ну? На том моя походка не нравится, идешь. Почему? Всем нравится, наоборот, прикольная. Мне понравилось. Хорошо. Блин, опять смотрите. То есть защита своих прав, да, является нашей России провокацией. Ну это обычно, вот все охранники так говорят. То есть отставишь свои права, да, на фотосъемку. Неплохо, а ты плохой человек, не отстаивай права. Ха, ты на самом-то деле... Ну-ка вопрос к охране нет. Понимаешь, вот администратор, который заведует, говорит вот эту глупость, да, ересь. Вот. Они вот это вот думают за правду, за чистую монету. И ходят, запрещают. Добрый день. Здрасте. Снимаете? А? Что вы снимаете? Магазин? Для чего? Ну, надо так. Смотри, у нас вот помогут спрашивать разрешение. Нет, я не спрашиваю разрешение, я просто захожу и делаю то, что мне нужно. Ну, вообще это мне неправильно. Почему? Потому что действительно... Вам кажется. Я тоже имею право снимать вас. А я не хочу. Я хочу снимать вас. Я не хочу. Что вы такое? Что вы? Не надо меня снимать. Отстаньте от меня. Нет, молодой человек, покиньте помещение, пожалуйста. Я приглашу охранника. Не надо охрану звать. Нет, я приглашу охранника. Не надо охрану звать. Мне не нравится, что вы делаете в магазине. А мне не нравится, что вы делаете в магазине. Хочется мне. Что-то вы ведете в видеосъемки. В общем, вот я не знаю. Хочется. А что случилось? Ничего не случилось. Это вот у девушки что-то случилось. Какую цель вы ведете видео? Хочется. А торговый сендер функционирует? Нет. Не мешайте мне, главное, и все. А кто вы такой? Вы должны представить, какой цель вы ведете. Кому? Зачем? Ну, вы пришли в Бабару. Не хочу. Не хочу. Я имею на это полномочия. Я имею на это полномочия. Не хочу. Не хочу. Тогда извините, покиньте помещение. Нет. Я еще вот сейчас досниму все до конца. Нет, вы не будете снимать до конца. Нет, говорите нам охрану? Не надо охрану. Не надо охрану. Почему не надо? Зачем? А зачем вы снимаете? Это где вы потом? Уберите камеру. Не надо меня снимать, я вам говорю. Убирайте камеру. Убирайте камеру. Нет. Убирайте камеру. Во-первых, я это руководство предоставлю видео. Во-вторых, это видео я предоставлю в торговый центр. Потому что вы сейчас нарушаете права и наши, и свои, и вообще просто торговый центр правила. Нет. Только что вы были в другом отделе, я вас видела. Еще какой-то молодой человек там ходил. А по какой причине вы вообще ведете видеосъемку, я не понимаю. Хочется. Я же вам говорю, хочется. Хочется. Давайте я разобью вашу камеру, и он тоже будет хотеть. Ну, можете попробовать. Но я вам не советую. Я вам тоже не советую. Сейчас вы охрану сюда придете. Не надо охрану. И с чем связана вот эта съемка, я просто не понимаю. Ну, давайте. Выключайте. Второй еще, давайте. Второй тоже, да. А вы, не понимаете? То же самое. Вы, давайте. Меня просто, это, меня наняли. Меня наняли. Кто еще один? Я что вы спешите? Меня наняли. Ну, все, он уже попал. Меня наняли. Жизнь готова. Ты лицо закрыл, когда тебя снимали, да? Да? Ну, все, нормально. Самое главное. Снял ассортимент весь? Да не весь, они мешают. А. Мы мешаем. Сними, а то нам не заблазят денег. Все, поздно. Не, вы все равно не сможете ничего. Что я не смогу? Очень даже смогу сейчас. Не сможете. Я закрыл лицо. Если видео это куда-то попадет, вам не поздоровится. Я вам это обещаю. Вы огражаете? Нет. Не снимайте меня. Я запрещаю вам меня снимать. А я вижу видеосъемку. Все. А я запрещаю. Я тоже запрещаю снимать. И мы запрещаем. Я тоже запрещаю снимать. Мы тоже запрещаем снимать нас. Так вы пришли сюда несанкционированно. Ну, как это? Это же магазин. Нам это, наш этот, и администратор нам это сказал. Администратор какого администратора? Нам денег заплатил. Ну, и мы тоже. Ё-моё, они деревянные ребята. Блин. В общем, я запалился, походу, слушай, она мое лицо сняла. Ну, ладно, фиг с ней туда пусть снимает. Она запалила туда. Ну, да все, давай, быстро забей на нее. Сними на то, что нам нужно, да? Она пытается меня снимать. Пофигу. Она вас уже сняет. Пофигу. Да мы уже с глазами фотографировали. Вы пытаетесь за это время в какой-то раз мы можем фотографировать? Ничего страшного. Мы быстро просто денег заработаем сейчас на ваших товарах и уйдем отсюда. И все. Что такого? Что нас снимать? Ну, вот. Чего вам за руководство? И не только воду. И не только воду. Не. Наше руководство, понимаете, оно как бы круче вашего. Вот. Наше руководство зарабатывает на вас, так сказать. Вот. Вы, но не знаю, у вас не получится действительно. Вот мы заработаем. Подписчиков, лайков. Лайков? Ну, наверное. Я не знаю. Ну, да, лайки. Лайки такие. Собачки гав-гав-гав-гав. Ну. Так же тяпкают, да? А вы еще и оскорбляете? Что? Кого? Кого оскорбляем? Вас, что ли? Да. Она с охраной пошла? Да. Танцевали. Второй раз? А, то есть не приходилось? Фу. В общем, планов, честно скажем, охраной мы вдоль. Вдоль охрана вместе с нами. Понимаем. Поэтому никто не придет. Бесполезно. Если честно, я вообще не знаю. Ну, все, тогда ты снял все, тогда все. Спасибо. Сделаем копии ваших изделий. Откроем такой же магазин. Да, ради бога. Спасибо. Ну, все, ребята. Вот такой вот у нас вышел интересный ролик. Да. Охрана на нашей стороне. Я говорю, охрану мы подкупили, она не придет. Вы сколько ей звоните, не звоните. Она не... Она не... Насколько вам неприятно ей, до свидания. Ну, вот. Ой, ой. Вот такой вот магазинчик. Витория Пелиц. Фелиц. Фелице. Он в Титфунтон. Охрен. В общем, вот такой вот видеоролик у нас получился, да? Ты же мне скинешь. Я не знаю, как это получилось. Или у тебя там записано все. Не знаю, что там просто у тебя внутри происходило. Ну, ладно, вы, думаю, все уже видели сами. Да. А ты что? Я думал попрощаться уже. Он куда-то тут зашел. А где вывезка что-то? А, вот. Геокс. Все там. Они вон за нами смотрят, по-моему. Да, да, да. Слушай, нас там обсуждают сзади. Говорят, что это они сюда заходят? Ну, они где-то там. Вон, видишь, смотри. Слушай. Ребята, я сейчас вызываю полицию, потому что вы не имеете права снимать лично меня. Ну, давайте без ментов, а? А давайте снимем. Давайте без ментов, потому что вы знаете, что они приедут. Мы и ментов тоже под себя подмяли. Охрану подмяли. Да мне вообще плевать. Не приедут наши. Какое вы имеете право снимать меня? Ой-ой-ой. Давай сюда камеру. Ой-ой-ой. Давай камеру, дядь такая. Что? Давай камеру, говорю. Ты не имеешь права снимать меня? Та неадекватная. Ну, что вы убьетесь-то? Тихо-тихо-тихо. Давай камеру. Не нападайте. Не применяйте силу, человек. Все, я вызываю полицию. Не применяйте силу физическую. Насилие к человеку, гражданину. Да, все. Да, вообще, да. Тебя прям там офигачило. Вон, у тебя, слышите, у красная. У меня заряд. У тебя красная там сбоку. Смотри, у меня шея, ребят, прям вообще. Охранительная. Слышишь? Я не знаю, что это было. В общем, ребят, это жесть какая-то, да? Почему это происходит в этом таком центре? Снежная королева. Непонятно что. Другой магазин пришла за нами. Но она, похоже, решила, что тебе мало этого будет. Она решила хайпануть. Ребята, как канал называется? Хайпануть. Не знаю. Я стесняюсь, не хочу. Больше аналитики. Да. Так, ну что ж, ребят, вот так вот у нас заканчивается. Теперь уж точно, наверное, видео сейчас я только проверю. Вот, что они там делают. Быстро-ка гляну. Вон, смотри. Вон. Уже у меня там. Я боюсь подходить туда, потому что это жесть. Я не знаю, вы что деретесь-то? Вы что, прибежали в другой магазин и деретесь? Да я тебе сейчас разобью и камеру, и морду. Отходи, отходи. Вообще какая-то. Не знаю, это вам что надо. Зачем вы на нас кидаетесь? Какое ты имеешь право меня снимать? Какое ты имеешь право? Какое ты имеешь право? Конституционная. Конституционная конституция. Мне что сейчас в полицию вызвать? Нет, не надо. Давайте просто без ментов и без рук. Я сейчас тоже вызову. Все. Ужас. Почему сволочь-то? Если закон такой, закон так решил. Какой закон? Приходи, снимай вещи. Да, закон решил так. Ну что ж, ребят, вот так вот некоторых продавцов просто нереально переобучить, да? Никакие, то есть, еще раз повторюсь, никакие законы, конституции на них не повлияют. Тут только общественное порицание и массовое просвещение с помощью вот таких вот видео. А вы, в свою очередь, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Макса. На того, кто получает пизды по стране. Неплохо, кстати, да, ты отхватил. Так что ссылочка у него будет в описании. А еще, кстати, подпишитесь на второй мой канал, на всех пожарных. Я все-таки решил, ребят, второй канал. У меня будет больше, наверное, влоги какие-то и наши какие-нибудь. Ну просто, когда мы что-нибудь снимаем, да, за кадром, типа, что-то за кадром или ролики, где, ну, как бы, они для основного канала. Они пойдут на второй. Я думаю, ну, где-нибудь после Нового года начну все-таки их выпускать, потому что что-то последнее время прямо лень. Вот. И, кстати, там еще внизу есть ссылочка на донат. Максиму починить портфель, кто хочет. Ну, я не настаиваю. Теперь уже еще и лицо. Да, и лицо починить заодно. Так что я не настаиваюсь, кто хочет. Ну все, ребята, давайте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok